Грозный, 22 февраля. Ачхай Мартановский суд Чечни признал Салеха Магомадова и Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде во вторник. По данным СМИ, это братья, о судьбе которых беспокоился Газдеп США, якобы их задержали по надуманному обвинению в другом регионе России и затем этапировали в Чечню. Ачхай Мартановский суд Чечни признал 20-летнего Салеха Магомадова и 18-летнего Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к 8,5 и 6 годам лишения свободы, рассказали РИА Новости в пресс-службе. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев ранее сообщил РИА Новости, что Исаева и Магомадова подозревают в пособничестве бандгруппе Аслана Бютукаева, которую ликвидировали в конце января, а задержали их, по его словам, именно в Чечне. Дудаев заявлял, что Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отца и они дали признательные показания в пособничестве НВФ. Все процедуры с ними, по словам министра, прошли «в строгом соответствии с законом». Обеспокоенность судьбой братьев, хотя и не называя их имен, ранее выражал Газдеп США. По утверждению представителя ведомства Неда Прайса, молодые люди принадлежат к сообществу LGBTQI+, и стали объектом сомнительных обвинений в терроризме. При этом Прайс не назвал конкретных имен, но о принадлежности Исаева и Магомадова к ЛГБТ ранее сообщала «Новая газета», а также ряд зарубежных СМИ. Власти Чечни о связи задержанных с сообществом таких людей ничего не говорили. Суд в Чечне приговорил к 8 и 6 годам колонии братьев Салеха Магомадова и Исмаила Исаева, год назад силой вывезенных из Нижнего Новгорода. Суд признал братьев виновными в пособничестве незаконным вооруженным формированием путем предоставления продуктов, часть 5 статьи, 33, и часть 2 статьи 208 УК РФ. По версии следствия, Магомадов и Исаев передали пакет с хлебом и чаем одному из боевиков. Магомадову дали 8 лет лишения свободы, из которых один год он должен провести в тюрьме, а 7, в колонии строгого режима, Исаеву, 6 лет в колонии общего режима. Братья свою вину не признали, они настаивают, что дело против них сфабриковано. Защитник Магомадова и Исаева Александр Немов в ходе приней заявлял, что уголовное преследование братьев связано с их критикой власти, сексуальной ориентацией и атеистическими взглядами. Обвиняли в оскорблении Аллаха, а в итоге причислили к исламистам. Странная история с пропажей чеченцев в Нижнем Новгороде. Люди не готовы были видеть такое зрелище. Что происходит в Чечне после публикации видео с бутылкой? В начале февраля 2021 года чеченские силовики силой вывезли Магомадова и Исаева из Нижнего Новгорода, туда их перевезли волонтеры, российская ЛГБТ-сети, включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, чтобы впоследствии вывезти из России. В Чечне, по словам братьев, их под давлением и пытками заставили подписать чистые листы бумаги, которые затем превратились в их показания. Молодых людей обвинили в передаче продуктов члену НВФ Рустаму Борчишвили, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева. До отъезда в Нижний Новгород братьев уже задерживали в Чечне. Весной 2020 года их заподозрили в причастности к телеграм-каналу «Ассал НИК-95», «бестыдные люди» и два месяца удерживали в полку ППСП патрульно-постовой службы полиции, номер 6 имени Ахмата Хаджа Кадырова. Там, по словам братьев, их пытали током, избивали и заставляли записывать видео с извинениями. До этого, в 2019 году, младшего брата, Исмаила Исаева задержали на улице в Грозном и обнаружили в его телефоне картинки на ЛГБТ-тематику. Молодого человека несколько дней удерживали в полиции и отпустили после того, как его мать якобы заплатила за него выкуп, рассказывали BBC знакомые Исаева.